В прямом эфире новости мы продолжаем. Сегодня в Красноярске провели первый съезд врачей края. Медики обсуждали модернизацию системы здравоохранения, на которую в этом году потратили почти 5 миллиардов рублей, а также проект этического кодекса врача. Медик должен не просто качественно оказывать помощь, но и быть максимально вежливым со своими пациентами. К сожалению, бывает это не всегда, так как многие врачи и медсёстры, набирая по несколько ставок, просто психологически не выдерживают ритма работы. Называется это синдромом эмоционального выгорания. В таких случаях самим медикам нужна помощь. Её организовали в городских поликлиниках. В каждом учреждении сейчас есть медицинские психологи, которые проводят в том числе и работу, вот такую корпоративную работу по релаксации. При синдроме эмоционального выгорания также оказывают помощь. Поэтому один на один с проблемой не остаются. Сегодня же губернатор Лев Кузнецов вручил врачам Красноярска, а также Берёзовского, Енисейского и других районов дипломы и почётные грамоты от Министерства здравоохранения. Врач иммунопрофилактики первой детской поликлиники Красноярска получила денежное вознаграждение по размере 300 тысяч рублей. Медики под её руководством приняли участие в исследовании пневмококовой инфекции и научным путём доказали, что прививать необходимо всех детей, а не только из группы риска. Пневмокок является причиной возникновения меменгита и пневмонии во взрослом возрасте. Большинство коллег очень рады. За меня всё-таки это престиж поликлиники. Это не только мой личный успех, потому что работали-то все наши участковые педиатры и медсёстры. Продолжение следует...